Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Жанна, я парикмахер и колорист, и сегодня у нас с вами будет видео реакция. И я часто делаю реакции на другие видео, на какие-то неудачные случаи, и когда эта ситуация произошла, я решила сделать реакцию на окрашивание клиентки, которая ко мне пришла, на окрашивание, которое ей сделал другой мастер. И самое парадоксальное, что это окрашивание стоило 14 тысяч гривен, это около 30 тысяч рублей, и когда я увидела сумму и увидела состояние волос, я была просто в шоке, все девочки из салона тоже, они были просто шокированы этим всем, но давайте обо всем по порядку. Клиентка ко мне обратилась по рекомендации моей постоянной клиентки, она уже была в отчаянии, и в Вайвере в переписке мне вкратце рассказала свою историю. У нее от природы прямые, очень гладкие по своей структуре волосы, всегда накрасила бытовой краской в третий уровень, и бедный знал, и в общем в один прекрасный день ей, она решила стать блондинкой, и для того, чтобы стать блондинкой, она, естественно, слава богу, не сама это делала, хотя в этой ситуации, мне кажется, лучше бы она сама. Для того, чтобы привести свои волосы в порядок и обрести, наконец, желаемый оттенок блонд, она решила, что она придет в один из самых дорогих салонов, которые у нас есть в Киеве, да, и доверится в руки профессионалу, и выбрала именно салон не просто какой-то, а именно люксовый салон. По логике клиента это в целом понятно, да, что чем больше я денег заплачу, то тем лучше по качеству выйдет работа, да, тем лучше будут волосы, но по факту в реальной жизни это не так, и у меня есть клиентки, которые иногда ко мне приходят и озвучивают такие суммы, которые они отдают за свое окрашивание, что мне просто становится страшно. Клиентка, она пришла в этот салон, попросила ее сделать блондинкой, напомню, у нее были очень блестящие, очень красивые черные волосы, но она, проблем с ними никогда, темные волосы. Салон в 13.00 и вышла она оттуда в 22.00, когда она вышла, естественно, ни о каком блонде не может быть и речи, и вообще для меня очень удивительно, что в таком достаточно большом, достаточно крупном салоне работает мастер, который не может адекватно объяснить клиент, то есть ее 3.0, не получится 10.0 за один раз, даже за два и за три раза такой результат невозможен. Нужно было, безусловно, клиентку об этом предупредить и предупредить о том, что такой результат невозможен, да, но возможно, например, там, светло-шоколадный оттенок и так далее. Но меня вообще, в принципе, удивляют мастера, которые, не предупреждая клиенток, клиент может все что угодно попросить, он себе может 10 раз на дню, вообще разные пожелания у него могут возникать, и задача грамотного, адекватного мастера объяснить клиенту, что реально на его волосах, а что выполнить не будет возможным за один, даже за два раза. Я, например, всем клиентам, которые хотят записаться ко мне на выход из черного, я предупреждаю о том, что такой хороший результат, допустим, за один раз, да, он не будет, он не получится. Что, например, выход из темного, это достаточно долгий, дорогостоящий процесс, который требует, во-первых, регулярного тонирования, во-вторых, это требует регулярного массовых ливаний, да, плюс это занимает несколько этапов, каждый из которых стоит, ну, достаточно дорого, и там большой расход материалов, там, большие трудозатраты, да, чаще всего с таким клиентом ты от пяти, от шести часов проводишь. Ну, в общем, это достаточно дорогостоящее и длинное мероприятие, поэтому выход из черного я всегда клиенток от и до предупреждаю о всей этой ситуации, да, о том, что это будет очень долго, о том, что это будет достаточно затратно, вот, и все эти нюансы я говорю, поэтому для меня это очень удивительно, что мастер в таком дорогом салоне, салон люкс класса, да, он не смог клиентке адекватно объяснить, что из ее волос не получится, я на эту тему со своей клиенткой разговаривала, говорю, вам объяснял мастер, что из вас реально, я ей сказала, как есть, что я бы вас реально рассказала, да, ситуацию, как она есть, и это у нас с ней было в переписке, и, в общем, наступает день X, да, я пригласила девушку с такими сложными случаями, да, я пригласила на консультацию вообще все клиенты, которые ко мне приходят, у которых такие сложные случаи, я всегда приглашаю на предварительную консультацию, чтобы, во-первых, посмотреть, насколько клиент адекватен, во-вторых, понять его требования, да, что он хочет, или я выполнить его требования и так далее, потому что бывает такое, что приходят девочки с тремя волосинами, две из которых на завтра планируют отвалиться, и требуют пепельного блонда, и никаких других оттенков они, в принципе, не хотят и не хотят даже видеть, и, конечно же, таким клиентам я отказываю, наступает день X, и приходит клиентка, и она рассказывает всю эту историю, которую я вам только что пересказала, и потом добавляет о том, что она заплатила 14 тысяч гривен за это, то есть первый раз это было осветление, на второй раз ей цвет не устроило, она пошла к мастеру и затонировала за 4 тысячи гривен, даже если допустить, что этот салон работает на Пол Митчелл, но на Пол Митчелл не работает, он работает на более бюджетной косметике, то эта стоимость просто космос, по крайней мере для Киева, это очень-очень дорого, у нас за 4 тысячи гривен можно полноценно осветлиться, затонироваться и сделать укладку, это, ну, у нас немножко другие реалии, допустим, если сравнивать с Россией, да, в России, конечно, цены намного выше, там, особенно в Москве, в Санкт-Петербурге, вот, но я вот вам рассказываю украинскую реальность, и когда я увидела волосы клиентки вживую, потому что те фотографии, которые она мне показывала, там еще было, ну, ничего так, вот, и когда я увидела эти волосы вживую, и мне клиентка, вот это то, что вы видите, это вот первые минуты нашего знакомства, и когда она мне говорит, что она просто помыла голову, а они вот сбились, вот такой вот колтун, они просто лежали, как дреды, и я вообще сначала не поняла, что с ними произошло, она говорит, что я не могу их там прочитать без слез, говоря уже о том, что я не могу взглянуть на них без слез, по структуре волосы полностью просто испорчены, полностью, такое впечатление, что волосы просто, я не знаю, в тазик и стирали с каким-то отбеливателем, с самым дешевым порошком, потому что я не представляю, как даже на самой недорогой косметике, да, допустим, это был Estelle, допустим, как можно на самой недорогой косметике довести волосы до такого состояния, даже если это будет 3 осветления за день, чего я в принципе не делаю, но я допускаю, что многие мастера так могут работать, я не представляю, на каких оксидах нужно было сжечь эти волосы, для того, чтобы довести гладкие, сжиящиеся, блестящие по структуре волосы до состояния просто жжёной мочалки, скажу я, 3 минуты я стояла в ступоре, потому что я пыталась вообще всю эту информацию переварить и понять, как я смогу помочь человеку, и когда мне клиентка рассказала, что за всё это, то есть за первую процедуру она отдала 10 тысяч гривен, да, это около 20-22 тысяч рублей, и за вторую процедуру она отдала 4 тысячи гривен, это около 9 тысяч рублей, у меня просто вообще челюсть практически упала на пол, я говорю, боже мой, где такие цены в Киеве, потому что я понимаю, что такие цены могут быть в Москве, там, да, в каких-то крупных городах, но у нас в Украине таких цен нет, и в целом, как бы, ну, в дорогом люксовом салоне, да, покраситься, ну, там, будем говорить, даже выход из чёрного, это стоит 6-7 тысяч гривен, да, но не больше, то есть не больше, чем 15 тысяч рублей это стоит, да, мне назвали такую цену, безусловно, у девушки очень длинные волосы, но результат, который не выглядит на 14 тысяч гривен, он выглядит как будто, я не знаю, в самых худших традициях, не знаю, намешали какого-то блондорана в тазике, заправили 12% окислителем и попытались за один раз добиться платинового блонда из 3.0. Это выглядело просто вообще ужасно, и я уже начала у своей клиентки расспрашивать, что, что это, что произошло, что делал мастер, и оказалось, что мастер несколько раз пыталась её осветлять, соответственно, видимо, где-то между осветлениями была мойка головы, либо же, то, что я думаю, что, ну, клиентка в этих нюансах не разбирается, вот, я просто для себя хотела выяснить этот момент, что там было блонд-мытьё, и очень часто вот такая вот ситуация, это после блонд-мытья, блонд-мытьё, американский шампунь и прочая вот эта вот фигня, которой работают, наверное, только совковые парикмахеры, и нету мастера, которые в ПТУ даже, наверное, и не закончили. Когда я слышу от других мастеров, что нужно взять пудру, водичку, либо оксид пудры, шампунь, всё это замешать, нанести клиенту на волосы, вот так вот эмулигировать, это просто, ну, у меня уровень мастера даже становится на место, потому что это уровень дешёвого эконома. Это уровень мастеров, которые не хотят расти, не хотят повышать свою квалификацию, а работают методами просто из СССР, которые уже давным-давно вышли. И для меня это очень вообще странно, когда клиенту делают блонд-мытьё. Но то, что у неё было, это 100% было блонд-мытьё, потому что она мне рассказывала, что она очень долгое время провела в мойке, соответственно, там что-то делали, да, и, скорее всего, на влажные волосы наносили пудру на более повышенных окислителях. И, в общем говоря, естественно, никакого результата, кроме ярко-рыжего, такого вот тарканего цвета, ничего не получилось. И клиентка попыталась ещё раз пойти к тому же мастеру, да, она надеялась, что после тонирования, да, поскольку человек, ну, в этих делах не образованный, да, в принципе, клиенты не обязаны знать все нюансы. Она надеялась, что после тонирования за 4000 гривен у неё станет всё хорошо с волосами. Ну, в общем, тонирование продержалось несколько моек, безусловно, поскольку волосы были ужасно, в ужасном состоянии, конечно, там любой краситель вымывался, и, в общем, она увидела у моей клиентки шикарный блонд, она спросила номер мастера, и эта клиентка оказалась в моих руках. И первое, что мы сделали, конечно же, я сказала правду, что блонда на ваших волосах не будет в ближайшие 5-6 лет, это, в принципе, невозможно. И я, честно, сказала, что о блонде лучше всего забыть, и вообще абсолютно прекратить и нам мечтать, так как ни к чему хорошему это не приведёт. Я на консультации показала оттенки, которые я могу предложить как мастер, которые могут перекрыть эту ситуацию, которые сгладят впечатления, которые уберут все эти неровности, визуально, безусловно. И, конечно же, я предложила сделать однотонное окрашивание, поскольку однотонное окрашивание легче поддерживать в домашних условиях, это раз. Второй нюанс, что однотонное окрашивание, оно более носибельное, допустим, чем какие-то техники, поскольку все техники со стяжкой, их через какое-то время необходимо поднимать наверх, а однотонное окрашивание достаточно раз в месяц на 3% окрасить корень при отсутствии седины. Поэтому всё, на чём мы остановились, это оттенки на 6 уровне и на масляной крем-краске, поскольку масляная крем-краска это лучший выход в данном случае. И мы закрасили на оттенком на 6 уровне, да, но у меня оттенки на 6 уровне выглядят как на 5 уровне. И волосы просто преобразились, и клиентка даже себя просто не узнала в зеркале. Настолько ей понравилось, и она была удивлена, что от одной только краски, да, может быть такой результат. Я тоже была просто очень рада за то, что я смогла помочь человеку и решить его проблемы. Я когда увидела это окрашивание, девочки, у меня реально даже, вот как у мастера, который уже видел на своём веку просто всё, наверное, но такого я ещё не видела. У меня ещё с девочками целый месяц обсуждали это окрашивание из салона, вот. И потом я думаю, зайду-ка я в Инстаграм этого салона, посмотрю. А я смотрю, что у них есть там брови, маникюр, макияжа очень много и укладки. И окрашивание там насчитала, три или четыре окрашивания на весь Инстаграм. Не знаю, как можно было к ним записаться, поскольку каких-то примеров даже удачных окрашиваний у них не было. У них там просто какой-то желтоватый блонд на лореале, что, в принципе, неудивительно. И всё. Какие симпатичные окрашивания, даже с точки зрения клиента, я там не увидела. Я просто уверена, что играл фактор цены. Клиент подумал о том, что цена высокая, значит, это достойный салон, значит, мне нужно туда идти. И, конечно же, у меня там девочка, которая со мной работала, она спросила у клиентки, сказали ли вы как-то, да, там связаться с салоном, оставить какую-то свою обратную связь с тем. Вот. Она говорит, что я человек неконфликтный, я как бы уже туда не захотела ничего идти, ничего не рассказывать. Вот уже как бы смысл от этого. Я её, в принципе, понимаю, потому что я тоже человек неконфликтный. И в таких случаях как бы максимум, что я могу это видео снять и всё. Поэтому мне было очень жалко эту клиентку, но я рада, что я смогла ей помочь. Сейчас я вам напишу формулу, по которой мы окрашивали. Формулу, по которой я считаю, отлично работает на заполнение волос, да, на заполнение структуры волос. Также в эту формулу я достаточно часто могу добавить золотистый нюанс для того, чтобы заполнить все пробелы в волосах, да, заполнить все неровности его. Но в таких случаях лучше всего работать масляной краской, да, краской на основе масла для того, чтобы дополнительно подпитать волосы. И, конечно же, рассказать клиенту правду о волосах, да, потому что очень многие клиенты не понимают. И, конечно же, я сказала, что как только краска будет вымываться, то всё ваше состояние волос, оно будет, ну, к исходнику возвращаться, да, к прежнему. И поэтому, девочки, девочки, мальчики, цена в салонах это не самое главное, самое главное это руки мастера. И если вы пойдёте в самый дорогой салон, это не значит, что вам сделают супер круто, это значит, что вы просто ознакомились с прайсом, с высоким, и вы с ним согласились. Качество работ от количества денег, оно никогда не зависит. Всем спасибо, надеюсь, вам понравился такой формат, где я рассказываю про ситуацию с работой, да, про неудачное окрашивание, которое сделал другой мастер моей клиентки, которая пришла ко мне исправлять. К сожалению, в тот момент видео уже не было смысла мне снимать, поскольку было очень поздно, это была моя последняя клиентка, я была очень уставшая, но мы сделали очень много фотографий, вот, и уже в дальнейшем мы делали видео. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео, всем пока!